Боже, шампунь-то вам чем не угодил? Российский олигарх полностью разрушит экономику Европы. Ну почему? Это же нелогично. Я срочно еду свергать царя? 24 февраля 2022 года Евросоюз активно помогает Украине и поставками вооружения, и, конечно же, санкциями против России, которая призвана ослабить ее экономику. И особенно эффективно против этого работают последние ограничения на вывоз из России в Европу личных автомобилей и личных вещей, ноутбуков, смартфонов, вплоть до шампуня и туалетной бумаги. Как же все-таки это работает? Поговорим сегодня об этом. С вами Ольга Глаголева, вы на канале Чемоданное настроение. Подпишитесь на канал, поставьте лайк и под чемоданием. Итак, я так предполагаю, что в Евросоюзе сидят умные люди, ну, наверное, которые, естественно, продумывают эти санкции. И, в принципе, логика-то понятна, что если экономика страны воюющей будет ослаблена, то у нее не будет возможности, не будет средств для того, чтобы делать там вооружение, чтобы там танки всякие делать, ракеты и так далее. И она не сможет тогда воевать. И, наверное, против этого как раз и направлены санкции. Например, с самого начала, когда началась война, разного рода были введены ограничения, в том числе не принимали, например, студентов в вузы некоторой страны. Ну, тут можно, наверное, подумать, что как это работает, как это влияет на экономику страны. Ну, возможно, предполагали чиновники из Еврокомиссии или из тех стран, которые принимали эти ограничения, что эти люди отучатся и потом вернутся к себе в страну и будут там как-то работать на страну-агрессора. Ну, окей, допустим. Или, например, в Польше было усложнено трудоустройство для россиян как раз в октябре 1922 года. И, в принципе, люди, незнакомые законодательством, будут рукоплескать тем людям, которые это решение приняли. Потому что, действительно, нечего сюда россиянам ехать, трудоустраиваться, идите там свергайте Путина. Но не все так просто. Дело все в том, что визы Польша рабочие не выдает еще с марта 1922 года. То есть невозможно получить рабочую визу в октябре уже было никак, абсолютно. На кого направлены эти ограничения? На тех людей, которые живут здесь, которые приехали уже давно. И, кстати говоря, россиян в Польше не очень много. И, как правило, это люди не которые приезжают сюда на заработки, а которые уезжают, как правило, не согласные с политикой государства. И, в принципе, на это, получается, на них было это направлено. И, наверное, самое логичное ограничение. Последние два месяца в Германии начали изымать личные автомобили у граждан России автомобиль на российских номерах. Потому что это должно, потому что въезд на личный автомобиль на территорию Евросоюза укрепляет экономику Российской Федерации. Вот напишите, пожалуйста, в комментариях, как вы считаете, как въезд на личный автомобиль укрепляет экономику Российской Федерации. Ну и обратились тоже там юристы разнообразные в Еврокомиссию, чтобы они разъяснили вообще, как этот санкционный список, правильно ли трактовать так санкционное законодательство. На самом деле в том санкционном законодательстве написано, что запрещены к экспорту в Европу товары. То есть если автомобиль идет как товар, который везется на продажу, если условно ноутбук везется на продажу, если на продажу везется там вплоть до белья разнообразного. Кстати говоря, тогда включено только в этот список только женское белье. Вот я просто представила, как женщина раздетая, без белья, входит на территорию Евросоюза. Шелуны, я хочу вам сказать, эти чиновники из Еврокомиссии. Вот сразу видно, что они ценят женскую красоту русских женщин. И вот Еврокомиссия, в общем-то, выступила с разъяснением вот этого санкционного законодательства, этого санкционного списка. А разъяснение было такое. Каждая страна вольна поступать и трактовать его так, как она хочет. Хотите – изымайте. Хотите – не изымайте. О моих отскраю, мы ничего не знаем, извините, пожалуйста. Все граничащие с Россией страны тут же стали давать какую-то реакцию. И реакция, понятное дело, какая была. Латвия запретила въезд легковых автомобилей. Действительно, рассказывают люди о том, что их не конфискуют, но автомобили не пускают. Литва запретила въезд. Правда, они оговорились о том, что можно въезжать транзитом до Калининградской области, но нужно очень веско предъявить им основания. Например, путевку в санаторий, что ты едешь в санаторий. Финляндия запретила также въезд легковых автомобилей. Но, правда, они сказали, что если вы гражданин Евросоюза, то въезжать вы на территорию можете. Но, правда, тут встает вопрос, если вы на российском автомобиле въедете, во многих странах вы его еще и на местные номера не поставите, не перерегистрируйте. Эстония также выступила с этим запретом, также нельзя туда въезжать. Но в Эстонию, друзья мои, можно въезжать на мотоцикле. Польша тоже запретила въезд, и Норвегия была самой последней, тоже запретила въезд на российских номерах. Я не знаю, как это работает, и как это может ослабить экономику России. Но предлагаю на эту тему немного поразмышлять, почему так происходит. Давайте разбираться. Большой драматический театр одного актера Глаголева Феда представляет трагикомедию абсурда «Случай на границе». Сцена первая «Случай на границе глазами обычного россиянина». Предъявите ваш паспорт и документы на машину. Пожалуйста. Петрова Дарья Сергеевна? Да. Вы едете на территорию Евросоюза на машине с российскими номерами? Да. Мы не можем вас спустить, а мы конфискуем вашу машину, телефон, ноутбук и все личные вещи. Но почему? Это же нелогично. Мы сейчас уезжаем из России, потому что мы не согласны с политикой страны. И мы хотим работать и жить в Европе, платить налоги здесь. Если вы у нас все отберете, мы вынуждены будем вернуться, работать там, платить налоги на войну, а муж вообще, возможно, пойдет на фронт людей убивать. Все ваши вещи находятся в санкционном списке. И, провозя их в Европу, вы помогаете России. Но как? К сожалению, в Еврокомиссии этого не объяснили. Сцена вторая. Случай доградится глазами Евросоюза. Предъявите ваш паспорт и документы на машину. Пожалуйста. Снимите, пожалуйста, очки и маску. М-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м. Фридерманов Алишер Усманович. Да. Вы думали, мы вас не узнаем. Российский олигарх. Вы не можете въехать на территорию Евросоюза. Мы конфискуем у вас вашу машину, ваши ноутбуки, телефоны и вашу собачку, потому что она дорогой правопороды. Вы можете это все продать в Евросоюзе. Эти все вещи являются товаром. И вы получите прибыль, которая поможет развитию экономики России. Да я самый богатый человек России. Я в списке Forbes. Богаче меня только Илон Маск. Да и то он у меня деньги занимает до получки. Ну, поэтому он и богаче. Да я могу вообще купить всю вашу таможню. Повторяю, мы не можем вас пустить и конфискуем ваш автомобиль. И как я должен, по-вашему, ехать в мою виллу на Лазурном берегу? Или в квартиру в Барселоне? Или в мой домик на Португальских островах? Возможно, на самолете. Что? Да вы в своем вообще уме, чтобы я, самый крутой олигарх России, как нищеброд, летел на вашем самолете, ел отвратительных этих устриц, запивал просека? Таков закон. Да я чхать хотел на ваш закон. Я всю жизнь езжу на машине, на своем Porsche Cayenne, до моей виллы в Португалии. Это лакшери-путь. 5000 километров пути. 5 транзитных остановок. И что вы мне предлагаете? От всего вот этого вот комфорта отказаться? Все ваши вещи попадают под санкции. Да кто это придумал вообще, эти ваши санкции? На Россию наложены санкции из-за того, что она ведет преступную войну в Украине, убивая мирное население, женщин и детей. А вы, как олигарх, эту войну поддерживаете, поддерживаете вашу власть. Вы серьезно? Да как же я раньше не догадался? Это ужасно. Я срочно еду свергать царя. Никуда не уходите, через два часа я вернусь. Сцена третья. Случай на таможне. Предъявите багаж для досмотра. Пожалуйста. Везете ли вы оружие, наркотики или запрещенные вещества? Нет, конечно. Что это? Вы нас обманули? Вы везете шампунь и туалетную бумагу на территорию Евросоюза? Боже, шампунь-то вам чем не угодил? Вы что, не знаете, что российский шампунь крапивный, самый лучший шампунь в мире, попадание хотя бы одного экземпляра, полностью разрушит экономику Европы? Сцена четвертая. Случай на эстонской границе. Предъявите ваш паспорт и документы на машину. Пожалуйста, Кузнецова Татьяна Владимировна. Да. Вы въезжаете на территорию Евросоюза на мотоцикле с российскими номерами? Да. Проезжайте. Счастливого пути. Спасибо. Ну теперь-то вы точно поняли, к чему все это и как эти санкции могут ослабить экономику России. Нет? Честно говоря, я тоже вообще не поняла. Если у вас есть на эту тему какие-то мысли, ну вдруг я чего-то не догоняю, да, напишите, пожалуйста, об этом в комментариях. Поделитесь своим мнением. И, кстати говоря, уже появились первые комментарии о том, как люди въезжают. Легковые автомобили действительно разворачивают, их не конфискуют, их просто не пускают, но спокойно люди въезжают с личными вещами. По личным вещам никаких проблем нет. То есть не конфискуют ни ноутбуки, ни телефоны, ни фотоаппараты, ни технику, ни шампуни и, прости господи, туалетную бумагу. Поэтому, в принципе, если у вас есть основания для въезда, своими ногами на общественном транспорте, на автобусе вы можете въезжать. Ну и если вы не так давно въезжали, то поделитесь своим опытом, как вас досматривали, какие, в принципе, были, ну, изменилось ли что-то при досмотре на границе. Ну и я очень надеюсь, что про ограничения и про санкции это последний ролик, но это не точно. Ну и с вами была Ольга Глаголева и канал Чемоданное настроение. Обязательно поставьте лайк или поделитесь видео с друзьями. Ну и скоро с вами увидимся на разе. Па! Пять тысяч километров пути, шесть дней и, блин, еще раз. Ты снимаешь, да? Давай еще раз. Ну, в смысле, там идет запись, да? Все, да? Ты снимаешь? Идет преступную войну на Украине. В Украине, да, в Украине. Ну, в Украине. Это же нелогично. Если мы... Господи, сейчас. Все. Все.